во-первых спасибо что пришел я наслышал и я должен был и вчера еще прийти просто да все время было неурочное время у меня тут там предприятия здесь и так я с удовольствием мне очень много рассказывали про тебя я зашел честно из хорошего из хорошего разное рассказывают не верьте ничему я зашел на youtube начал смотреть подборку игр и понял что мы где-то пересекаемся процентов на 70 вот потом мне сказали что ты работал довольно долгое время в игропроме продолжаю и я какое-то время поработал в журналистике в навигаторе поработал сайты поделали стриминговые сервисы поделали киберспортом позанимались и я думаю что но парадисканстингмен уже прожжали на пару выпусков прям ссылки педали я прослушивал и формат мне тоже очень интересен подкастов мы так сказать вообще начали эту волну отчасти ладно я буду поскромнее в этом плане из игровых подкастов я думаю наверное мы были одним одним из первых и которые нам много подкастов которые появились нам прям говорили люди благодаря вам мы теперь этим занимаемся и теперь подкаст мне кажется есть у каждого человека я начал еще раз говорю конечно же не мы это начали мы были точно в первой волне а когда вы когда это какой-то год 2010 что-то но ну ну тогда подкасты были на на подъеме просто когда сейчас говоришь подкаст это все-таки стрельников которые снова уже закрылся ушел мегаведущий этого тематические подкасты это вот набора микрофона для начинающих подкастов а сейчас просто очень много площадок появилась возможности для этого а тогда нужно было все это где-то размещать это все было такая расскажет про самое начало стрельников ненавидел игровые подкасты стрельник вообще он да 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 он их не пускал он такой игровые подкасты это говно это это подкасты не должны быть про игры или около игры и туда было но это вот это то время когда вот все это зарождалось это такая ошибка экспериментальное время а вот и поэтому приходилось смещаться на альтернативных площадках но вот каким-то образом но у нас мы стартовали на сайте канаву точку да и как раз он там назывался адовая кухня вот и поэтому было где размещаться слава богу или встретить технически слава богу можно подкасты пилить почти где угодно интересует вопрос подготовки первых подкастов там же вы сразу задавались вопросом о качестве записи о гостях вот что нет вообще нет никто не знал и никто не знал как на самом деле часто бывает никто не знал что эта тема вообще выстрелит и станет наверное основополагающей в моей жизни и благодаря которой меня будут узнавать вот вот просто на самом деле основатель коноба гаджи мактеев он просто как-то поприсутствовал когда мы сидели в баре и я сальников георгий добродиев который сейчас в эпигеймс он услышал как мы обсуждаем что-то он такой ребят вы так заразительно все это обсуждаете постоянно значит какие-то заряжаете истории шутки микрофон просто повесить и было бы здорово мы такие ну давайте попробуем вот я я слово подкаст не знал так долго тогда вот и вот это как-то тут все так свертелось и прочее и народ поначалу про воспринимал это штыки безусловно что нужно обсираете вы то что мы поскольку 10 лет назад и все знаешь мы были помоложе послее может посмелее в каких-то моментах то не то чтобы посмелее а менее осмотрительнее каких-то моментах дерзкий дерзкий да да и в таком формате наверное об играх мало кто говорил а мы там прямо знаешь вот игра говно да не играл игра говно это у нас оттуда было приклада и выражение мат использовали и прочее то есть это это было это как-то сорвало вот такой состоявшиеся скажем так и игровые медиа вот но нас поначалу петили жестко таки как вы смеете говорить о моей любимой серии но при этом да как-то прославились потом мы ушли с канобу а название этой кухне осталось с тем кто создал туда вот и появился подкаст от отечественной мужики а потом потом появился сайт из гастингмен который успешно продолжает существовать и по сети но этот посыл и который перешел в новое название и вот этот прожарочка насколько понял так и осталось или вы подуспокоились подуспокоились уже взрослеет ну да да потому что все тоже обзавелись там какими-то и бизнесами история в индустрии по работе понимаем что не всегда надо вот выливать ушата говна на чужую работу чужой труд надо уважать если если уж кого-то полоскать то за дело хорошо а по поводу другой работы все устроились что у тебя было дальше по работе ну дисгастингмен поскольку я сооснователь это все еще остается эта история безусловно никуда она не девается я думаю что это на всю жизнь вот и конечно вот у меня есть сейчас личный канал на фч ах ты я сказала сорян извини короче есть на одном стриминговом сервисе есть у меня канал вот и конечно же игровая родная индустрия никуда не девается 1s entertainment хотелось бы про кб поговорить мне к сожалению удалось пощупать мнение сто раз наверное спрашивали уже по кингс баунти мне интересен такой ответ на вопрос по поводу чем не кб кросс роуз и спортивные моды комьюнити все дела запомнилось в первую очередь хорошим балансом и прекрасный прекрасным русским языком тем самым духом а учитывая то что это будет несколько другой жанр плюс rpg больше но тактика останется насколько там детально подошли к тексту потому что я когда еду например там из москву стандартно ноутбук там king's bounty текст приятно читать видно что текст писали люди не просто русские а русские люди которые умеют хорошо писать там как с преемственностью но в новой части это все хорошо во первых это можно потестировать прямо здесь если вдруг окажетесь внезапно показываем игру всем желающим на стенде можно поиграть но и плюс 24 августа вообще-то релиз осталось меньше месяца то есть уже скрывать нечего уже меньше через месяц все узнают что 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 внутри что скрывается под обложкой но на самом деле с русским языком или с литературным языком там все в порядке потому что это сейчас пишется произведение в этом духе high fantasy то есть все таки если если вспомнить предыдущий king's bounty 2008 года я думаю что трудно было не заметить там постоянные такие шутки и отсылки даже к современности очень много таких вот каких-то таких было вещей политика экономика иногда да 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 то есть можно можно сказать что там полноценный лор он даже на самом о нем мало задумывались потому что как 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 эти шутки соотносятся с тем что у тебя выстраивается какой-то серьезный лор да сервис нет да то есть это такие да то есть немножко такой пародийный стиль у них здесь все-таки более такой современный подход к рпг потому что но есть определенные стандарты уже и может быть dragon age там ведьмак и прочее и поэтому задача king's bounty 2 это открыть вообще king's bounty для современной аудитории которые выросли на играх которые я рассказал о king's bounty они глаза не видели к сожалению потому что это пока он ли игра а если мы говорим о западной аудитории то это консольная аудитория и они привыкли играть вот чтобы игра выглядела вот именно так большой персонаж сзади это сразу у них автоматически игру отправляет такую лучшую лигу консоль ну типа да игра выглядит вот как серпг который я люблю дай-ка я попробую но на самом деле начинка начинка она то то что king's bounty делают kings bounty она осталась пошаговые бои никуда не делись только они стали скажем так гораздо лучше что ли фактической составляющей потому что ландшафт да ландшафт 3d это все влияет открытый мир из для исследований он остался покупка разных персонажей разных разные юниты как составляет в армию все это есть они есть понятие морали дизморали то есть если ты набираешь в армию людей скелетов естественно мало кто обрадуется этому у тебя персонажи могут пропускать фото из-за этого все вот эти вот узнавая книга заклинаний та самая которую открываешь берешь фигачишь фаерболом то есть все эти вещи они есть только теперь как как на наш взгляд это теперь выглядит более современным да и соответственно тем стандартам особенно зайдет тем людям которые ну кингуан 2008 года ну понятно что там потом было много аддонов но самое самое классическое это легенда рыцаря и принцесса доспех давно сколько лет 13 лет назад время летит конечно да да то есть даже в россии даже в россии вот сейчас молодая по поросли игроков они глаза вообще не знают что такое но я помню у меня папа играл и ты а причем ты понимаешь что с тобой даже не 16-летний ребят ему там за 20 уже институт закончил но не играли и вот и сложно объяснить что такое kings bounty поэтому надеемся через картинку а через то что люди такие будут смотреть даже не знают что это клиент блин а будет как какая-то крутая рфг прямо сейчас возьми нет пока попробуем да да и сейчас они прямо сейчас вот и через это по музыке в плане у нас есть композитор марк маркер известный в кругах игровых композиторов плотно работал над саундтреком при этом у него богатый бэкграунд он там например со известными эстрадными исполнителями нашими зарубежными работал до этого то есть там по звуку все должно быть богато и если говорим в целом о звуке то это конечно же дубляж и в целом озвучка потому что в современных играх к сожалению с этим иногда бывает проблема я имею ввиду локализация ну да хорошо если есть текстовая локализация а уж говорить о дубляже а здесь дубляж будет полный полный абсолютно и какой приятный сюрприз там три персонажа у нас можно играть с тремя разными персонажами а вот один из них это айвон наемник и в русской версии он говорит голосом села до кузнецова но это знаменитый голос решили его вернуть например русской локализации сериала ведьмака на нетфиксе почему-то почему-то как-то вот они не сошлись и нету ну вот как же как бы большая рпг и без голоса без голоса села до кузнецова поэтому он там есть но все такие вот вы повторяете там те же шаги что там ты делал что нет можете выбрать другого персонажа а два основных персонажа женские поэтому там голоса села до кузнецова точно не будет и поэтому это будет совершенно другое приключение даже восприниматься другом но в любом случае ребят села до кузнецов он актер он и он не может добыть всегда везде геральтом все-таки айвр он узнается айвр да 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 айвр все-таки другой персонаж хотя и характера немножко похожи потому что айвр наемник тоже то что как опрошенный повидавший всякое говно вот что-то что-то их безусловно роднит конечно но любая аналогия всегда хромает поэтому естественно это все-таки разные персонажи и всеволод все-таки постарался отыграть айвра а не геральт меня только беспокоит степень готовности учитывая то что игру переносили слава богу что переносили потому что не дать мы знаем примеры когда да 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 сейчас лучше переносить все это уже все такая ковидная история просто представь себе когда игру делают в условиях большой студии а потом бац над игрой крутится там я сейчас появится боюсь соврать могу сказать что больше сотни людей и когда они все вместе и когда все это взаимодействие выставлено таким образом что ты можешь зайти в соседнюю дверь или даже просто привстать искать давай сейчас обсудим у нас как проблема и это все разрушается мгновенно имеется ввиду что нужно теперь работать онлайн полностью перестраивать вообще систему работы и это конечно отложилось я думаю что на все игровые до сих пор поговорим об игровых предпочтениях последний год-два самая запоминающаяся игра для тебя последний год-два так вот слушай но ну вот прям из последних это it takes two игра от электроников от создателя побега из тюрьмы и и и brother's tales такая потрясающая вещь и скриньте что называется возьмет game awards сто процентов это шедевр всем рекомендую и блин я сейчас просто пытаюсь вспомнить название на нинтендо свитче постоянно не играю сейчас out of bridge от создать игр от создателей ftl а это into the bridge into the bridge into the bridge я и дропнул а слишком сложно потрясающий потрясающая штука как такая вроде сначала смотришь как легкая головоломочка а потом сидишь просто полночи такой да а в мобильном варианте вот в данном случае свитче вот я надо на даче например периодически хватаю и прям вот и прям дико залипаю потрясающая вещь но на самом деле многие вещи заходят и mountain blade 2 не знаю просто sima неожиданно вдруг мне очень понравился на самом деле я на канале себя там влюбляюсь в каждую игру из этого из этого просто я считаю невозможно ребята играть особенно рассказ про игры если тебе просто не прет я не понимаю как можно игры заказывать например ну на прохождение стримеры некоторые страдают берут игрушку и мучаются и мучаются ну наверное наверное именно хотят вызвать и эту эмоцию пострадай пострадай да и ты и ты просто выполняешь как оброк туда это это тяжело согласно в стриминге просто эмоции не не поделать их не можешь на протяжении многих часов делать вид что тебе нравится процесс да конечно вот как бы ты можешь попытаться говорить может попытаться делать вид но любой человек который прислушивается и смотрит на невербальные какие-то признаки сразу поймешь что тебе не интересно абсолютно а кстати еще добавлю cruzator kings 3 конечно велич а ты не назвал the last of us 2 ну я просто не фанат playstation многие знают что я xbox guy у меня xbox series x 4 я прикупил это сейчас на самом деле оказалось лучшее вложение получается все во первых игр для ps4 как мы понимаем будут выходить даже объявленные вот эти вот супер мега хиты выдают на ps4 я взял за довольно дешево и получается что мне открывается огромная библиотека игр для playstation за недорого и плюс она еще оказывается актуальная я и купил я ее прошлом летом я такой ну потрясающе деньги 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 отбились купил я ради цусимы не все заряды купил решил сыграть в цусиму за 20 к и кто теперь смеется ребят я купил актуальную консоль все работы года так а я xbox чувак и поэтому ты все ждешь на да конечно конечно вот они сумел ворваться в тестирование бетки не только прислали версии такой ребята у тебя компьютера нет у меня есть но не хочу играть а пока фейла а как возникают вот такие идейные люди я не день я играю на пока нормально но про я играю стараюсь играть всегда с геймпадом потому что я всегда так говорю ребят придумали специальное устройство для и для взаимодействия с игрой называется геймпад на один мы шиклава на один рап для мыши клавула придумана для другого а тут а тут эргономика вся вещь то есть работает 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 можно сказать целое конструкторское пюро чтобы вот это все создать чтобы это все максимально самодействие большинство игр большинство шутеров даже от первого лица современных они все разрабатываются с учетом того что будут играть на к на геймпадов большинство даже стратегии уже умудрились стратегии стратегия стратегии окей хорошо я люблю я ли просто не неспешный пошаг в микроконтроль ненавижу это многие кто смотрит мои стримы знают мы главное главную претензию я считаю что если ты играешь стратегию стратегия стратегия почему ты должен выполнять все роли от управления крестьянами до управления базой до командования войсками это неправильно где где моя идеальная стратегия это ты командующий на холме они пошли ты смотришь я понимаю я понимаю что киберспорт да 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 две кнопки как бы в атаку и построить базы и все вот и будут угадывать что сейчас лучше сделать я понимаю ну слушай ну как киберспорт а вот военные действия прошлого это же у них времени тоже трендец не было время да 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 но состязательность там там еще какая была и тем не менее тем не менее командующий не мог быть везде он работал через адъютантов знаешь я сравниваю это как 3 тренер на бровке во время футбольного матча что ты можешь только бегать и орать то есть нет ты можешь взаимодействовать я не говорю что команда должна быть только в атаку нет ему это можешь заменить вы начальника ты можешь отправить их туда ты можешь это придумать хитрый план знаешь вот это поставить фишки и сказать типа в палатке знаешь вот такой нападаем через левый фланг вот а потом смотришь что какая ерунда из этого получается я знаю отличную пошаговую игру x-ком называется ты не знает но с 90 да ну да это игра в x-ком да конечно хорош хорошая тема начинается у нас интересная в лонг вор может быть и дончик еще раз лонг вор есть и дончик но ты старенькую играл помню конечно наверно мелким был страшно было на терроре она при мне она была пугающей когда звуки если кто это где-то ходит крисолиды были самые страшные крисолиды которые с одного раза тебя убивали на террорах еще мне нравился x-ком апокалипс ой но это была сложная игра она сложная да но но реал-тайм бои вот да но там можно было в опциях включить по шагу не не переключить по шагу это это первое что нужно было сделать потому что в реал-тайме они расстреливали патроны так что ты просто возвращался полностью с пустыми магазинами и закупаться заново я такой вы что козлы делаете и поэтому только по шагу режим чтобы так пусть пусть по пулечке мне очень нравился сам сам сеттинг и то что у тебя не какая-то флата не военная а ты по сути охотники с проведениями и на первые задания выезжаешь на какой-то старой машине такой у нас обнаружены пришельцы в здании и мы на этой машине по городу едем а потом разносим там ползавода я как сейчас помню завод марсека у нас завелись пришельцы я так сейчас разберемся а я скупил каких-то пазук а там бы а там стояли какие-то получается огнеопасные какие-то штуки они сгорелись потом начали взрываться второй этаж упал на первый и мы такие все работа сделала и мне приходит от марсека счет и я так спросите это вы должны заплатить мне приходит счет такой и минус репутация а цены у марсека на рынке сразу слетели потому что я для них типа гандон я думаю блин какая классная игра но то есть вот эти моменты они конечно запоминаются я очень люблю когда вот в игре случаются какие-то такие вот истории извеляют да и случаются какие-то такие истории с которых потом нужно выкарабкиваться потому что это любое хорошее приключение оно всегда должно состоять из фейлов персонаж вот я поэтому не очень понимаю людей которые вот когда вы включает рпг начинает механично зачищать карты прочее и если вдруг быть во время квеста там персонаж не погиб например ну они выбрали не тот ответ или неправильно что-то сделали такие нет надо переиграть это зачем у вас случилась классная история у вас вас погиб персонаж добавить немножко драмы от этого приключения становится интересно это ваша история да у вас так ну к сожалению черт возьми говно случается вы не смогли спасти всех ну так бывает вот и это всегда на мой взгляд это приправляет блюдо вот этого повествования они на но не оно не должно быть таким вот макестрали все умирали у меня в хейверейне все умирали изонард крыс было в конце много а ведьмаке тоже все все очень плохо я как квеста с красным бароном или кровавый барон я за красный барон ну да whatever все поняли я когда закончил его ветку там барон висит на дереве поместье горит и я такой выезжая из поместья такой ну ладно поехали отсюда а я вспомнил у нас даже мем известный появился на гг после серии про ведьмака когда я что-то наделал как обычно и там было дерево такое рядом с этими с ведьмами насколько помню три ведьмы там болото и дерево вот и мне это будет процентов 25 игры я что-то сделал не так понял что это сделать типа не так и мне до конца игры говорили грузись из дерева ну типа чтобы вот все что было вот после этого переиграть и исправить вот такие вот молодцы у нас на сайт мац и грузись дерево да вот так вот интересно параллельно идут жизни судьбы вы вообще никогда не пересекались но какую точку не тыкни это это интересно хорошо мы можем бесконечно общаться мне говорили что к вам можно прийти на встречу и даже кажется меня туда куда-то кто-то приглашал когда-то года три назад в дискастингмен на подкасты да да много интересных историй на нерских л выиграли суды верховном суде звучит круто да круто мы такое любим скандальчик обязательно 12 заседаний они пошли случайно подали в суд на твич на всех на всех на всех им кто-то подсказал подойти еще на гудгейм ну там 10 миллионов стандарта сейчас ребят и у них практику же они 6 отсудятся всех выигрывают не в 30 дел на мозгур суде выиграна у вас нет шансов мы проигрываем жалоба жалоба верховный суд пересмотр дела и все все мощно да так что есть о чем рассказать было очень приятно пообщаться интересные темы видно что видно если хочешь что-то сказать кому-то передать welcome свободный микрофон там чатик получила я тоже посматривал удовольствие вот прослушивание может у вас выйдет скоро какой-то выпуск какая-то да в том-то и дело что сейчас такой творческий отпуск лето все-таки хочется летом как-то отдохнуть поэтому мы до осени как сейчас заморозили осенью стартанем новый сезон вот что хотелось бы сказать ну вот я сейчас у себя лично на личном канале сейчас пытаюсь придумать стримы с настольными играми не онлайн а именно аналоговые назовем их так ну там разбор и прочее и я могу сказать что это прям интересная инженерная задача это и по звуку и по свету и по камеру и по звуку пипец это не фортнайт ребят стримить вот так вот такие вообще любые стримы которые уходят за и за пределы игр это всегда интересная творческая инженерная я думаю ресурсная задача которую вот сейчас я пытаюсь решить потому что я сейчас на дачу приехал потому что в москве несмотря на отмену каркадов хотя здесь они работают все-таки все-таки ситуация какая-то на мой взгляд ну что касается пандемии какая-то странная да только только аркады вводим то не вводим потом рост заболеваемости растет потом появляется штамп штамп такой-то штамп такой-то штамп индийский штамп мессианский я думаю бардак какой-то городе живу-ка я до глубокой осени пока позволяет вообще погода и все на дачке вот пока не пока не пойму что происходит потому что я переболел вот но лайтова скорее всего благодаря прививке слава богу вот и то есть это да потому что к сожалению мы знаем людей которые не пережили это это очень печальные потери были прямо уж очень трагичные я прям меня это прям дико прибило история вниз и убесовского не знаю знаешь ты или нет это было прям эта трагедия для всех нас вот поэтому это касается нас всех поэтому будьте бдительны друзья ничего не закончилось вот и как относитесь к этому серьезно мы тоже вот поддерживать вот да да и вот соответственно вот сейчас у меня дачный сетап для всего а там нет работы отвлекающие есть конечно да 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 периодически конечно там своя своя жизнь своя атмосфера вот иногда сосед может там если в москве сосед стрелью там сосед может быть с экскаватором сосед может быть с бензопилой с тремя бензопилами с газоногасилкой совсем сразу или например просто орать там что-то вот это все как бы надо учитывать сверчки по вечерам то есть это все вот это другой другой мир к этому надо как-то вот ну и плюс но поскольку пространство больше я хочу что-то с этим придумать возможности больше именно для каких-то других стримов не только игровых класс вот такие дела вот такие у меня задачи друзья а welcome она концептуальная даже и так сойдет написано вместе в этом фишка это не описка это петь из 30 30 царства он он и так вместе и так это и так сойдет блин спасибо что порекомендовали товарищам потому что есть плюсы когда ты живешь в своем маленьком мире а есть колоссальные минусы потому что ты не пересекаешь с людьми которые очень похожи я не знаю вы заметили или нет и но я постоянно кивал просто на на то что он говорит